Молитва должна быть конкретной, молитва веры должна быть конкретной, конкретика, это тоже большой такой пункт, поинт того, что молитва с верой, то есть она тогда конкретна, конкретна. Если нет конкретики, значит, опять же, веры там маловато. Интересно, Йонг Гичо приводит примеры, я, по-моему, где-то вам уже рассказывал и, возможно, вы слышали, он тоже рассказывает этот случай очень забавный, когда он был бедным миссионером и ходил там в соседнюю деревню проповедовать, он очень уставал. И дома у него была комнатка и в этой комнатке один матрас, никакой мебели, ничего не было. И он взмолился, Господь, дай мне, пожалуйста, велосипед, чтобы я вот ездил хотя бы, а не ходил вот эти километры пешком, дай мне стол и стул, чтобы я мог сидеть и писать проповеди, ну, то есть вот просто сидеть, не на чем было сидеть человеку. И он молился, 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 никакого ответа. И через полгода он уже отчаялся и начал там, Господь, да что такое, что не так? И Бог ему сказал, а почему ты не просишь у меня что-то конкретного? Много есть столов, много есть велосипедов, какой ты конкретно хочешь? Их очень много. Что ты хочешь? Тогда Йонгичо прям четко сформулировал, что он хочет, там, американский велосипед такой-то, стол из красного дерева, стул с колесиками, чтобы он мог как хозяин перемещаться, вот так вот, босс большой, да, по своей комнате через какое-то время он получил все это. И что он говорит? Он прям за это очень сильно ратует всегда. Почему? Потому что если мы что-то просим у Бога неопределенное, и, допустим, пришел ответ, вообще вопрос от Бога это или нет? То есть Бог сделал ответ на молитву или это просто так получилось? Если же вы просите что-то конкретное, реально, максимально конкретное, например, вот как он там, красный велосипед американский, конкретно, конкретно. И тогда он видит, что когда ему этот велосипед сына чего-то миссионера дарят, он видит, да, это ответ от Господа. Когда ему там приходит вот этот стул, не просто деревянный стул, табуретка, да, а действительно с этими колесиками, он понимает, да, это ответ от Господа. И это радует его сердце, и это поднимает его веру и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, конкретика важна. Никаких «если». Продолжение следует...